Хейо, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Япси... Психо... Псайко. Япи... Псайко. Или Япи Психо. Да, тут есть продолжить, потому что я уже заснял серию целую. Сразу говорю, если вы эпилепсик, лучше включайте видео, потому что здесь будет всякие механики и всё такое. А я записал уже 40 минут геймплея, но, как говорится, всё идёт к пизде. И мы... Почему? И потому что я с помощью ОБСа снимал, а он почему-то решил сделать, знаете, такой скринчик, да, такой моментик, и всё. Остальное, типа, не снимай. Типа, ну, голос, ладно, голос, чё-то такого. А теперь мы снимаем с помощью Бандикама, значит, звук я там под контролем, всё там настрою. И поэтому новая игра, и полетели. Не знаю, по идее должно всё быть идеально, всё хорошо, всё круто. Много текста, снова много текста. Боже. Это место очень людное. И мой галстук слишком узкий. Я никогда не носил галстуки. Они были правы, мегаполис сожрёт меня живьём. И это письмо. Предложение работы. Что если всё это было шуткой? Розыгрышем. Но... А вдруг это правда? Если письмо настоящее... Это будет... Моей первой работой. Надеюсь, игра не сломается, блядь. Потому что игра, на самом деле, прикольная. Объясняю, да, это пти... Что ж, я наконец-то прибыл. Я надеюсь, что это... Так. Что я не ошибся местом. Я думаю, мне стоит осмотреться. Я немножко заволнован. Может, стоит с кем-нибудь поговорить. Это у нас... Как сказать, так сказать... Квест. Мы можем с вами подохнуть. Фу! Также... Это хоррор. Это... Так. Памфлет. В нём написано безопасность, стабильность, честный заработок и, в первую очередь, ваше благополучие. Это наши приоритеты. Центракорп обеспечивает и рожданство класса А для всех наших работников. А мы... Так. Полвека прибыли на своём верху. Работа для вас. Класс А. Мечта для таких, как я. Так. Сразу давайте сделаю то, что я делал. Это памфлет. В нём написано. Каждый год центракорп обеспечивает помощь миллионам людей в слаборазвитых секторах с помощью социальной работы. Помните, рост не важен без устойчивости. Здесь нет ничего интересного. Это буклет. В нём написано. А нах... Наход... Так. Находили... Находились ли вы на вершине своего класса? Начните работать в лучшем компании мира с одной из наших роскошных международных стипендий. Так. Привет. Извините. Проверение функциональными задачами указыванного Филлиона прямо пропорционально продукту, полученному от его договорённых отношений к чистой прибыли. Так. Ноль. Лобби, столовая, посвящение, идти и безопасность, улии, офисы, архивы и библиотеки. Сад, зал... Шестого нету. Так. Зал заседаний. Десятая. Менеджмент. Крыша. А, привет. Я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан. Если ты не против, не мог бы ты звать меня по фамилии Чепмен. Знаешь же большие компании и их формальности. Ой, извините, тогда зовите меня Пастернак. Приятно познакомиться, Пастернак. Судя по всему, могу... Так. По всему, могу предложить... Предположить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. Нормально немного нервничать. Да, я знаю, из-за письма... Я здесь из-за... Так, итак. Извини, что беспокоен, но я не могу... Так, перестать смотреть на твой костюм. С тех пор, как ты вошел. Во что ты одет? Эм, в костюм? Нет, я имею в виду... Кто его дизайнер? Кто его для тебя сшил? О, тогда понятия не имею. Прости меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где его купил? Эм... По-моему, мне мать купила его в супермаркете. Супермаркет. Извини, но какой у тебя класс? Класс G, а твой? Отвали от меня, червяк! Как ты смеешься разговаривать со мной от третьего класса G? Но как? 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 Пошел вон, вали! Эм, извините за... Заткнись! Что принесло такое дерьмо наподобие тебя в такую компанию? Ты знаешь, где находишься? Знаешь? Эм... Это главный офис Интеркорпа мифической... Нет, легендарное здание, из которого происходит самая великая компания в мире. О, да. Я не закончил. Эта компания нанимает самых умных и калафицированных людей мирового уровня. Они отклоняют пачками заявлений из-за самых престижных университетов, из-за такого, что они не соответствуют... Так, соискатели и требования опытов борются за... Нет. Успокойся, чемпион. Чемпион? Почему я чемпион? Чемпион тебе попрятил? О, ладно, ладно. Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Пошел волны с глаз моих! Окей. Значит, у нас здесь класс зависит. Здравствуйте, меня зовут Брайан. Ого, так, последний. Моя фамилия Хекс, но ты можешь звать меня просто Кейт. А, точно, простите. Я не привык к этому. Моя фамилия Пастернак. Нет-нет-нет, зови меня Кейт. Это более естественно. Ты из Перегорода? Да, я из класса G. Надеюсь, ты не против разговора со мной? Ха-ха. Плава, ты уже посвстречался с тем блондином? Да, блондином в центре города работает много высокомерных людей. О, тогда это значит, что ты не из-за столицы? Я родилась в классе Е, но мой отец получил здесь работу и семья смогла бы повысить трамп. Повезло. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу? Да, я закончила колледж и прошла шесть вступительных экзаменов. Я очень заволнована. Ди... Зачем мне мышка? Я уверен, что... Я уверен... Ты ж тёлка. Что ты знаешь, как здесь тяжело получить работу? Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе дезагрег... Дезагрегированной аналитики. А какова твоя профессия? Профессия... Эм... Да ё-ка-да. Управление излишками. Ээээ... Возможно, комбинированные программы. Ну... Погоди. Система сетевого протокола, управление вертикальными базами, расчёт структурных данных. Нет, я... Я только закончил основную учёбу. О. Фух. Что тебе... Так. Подождите, мышка... А, просто мышку нельзя трогать. Фигер. Что я тут делаю? Почему работа в такой компании невозможна для класса G? Наверное... Наверное, письмо это... Просто чья-то неудачная шутка. Письмо? Можешь посмотреть. Брайан Пастернак. Вы были избраны на должность в штате Синкратпорф. Эта работа повышает вашу статус до категории класса A. На постоянной основе. Она была ставлена мне недавно... Так, неделю назад. Я думаю... Я... Я не знаю. Но попав сюда, я понял, что это была ошибка. Я идиот. Что ты имеешь в виду ошибкой? Тебе прислали прямое назначение на работу в Синкратпорф. Мне кажется, что такая возможность выпадает раз в жизни. Сбодрись, парень. Но у меня нет должности образования или... Это важная компания. Конечно, они подробно изучают каждого студента по... 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 Так, по стране. Может, они разглядели в тебе большой потенциал. Мистер Чемпион, пройдите в лифт. Чепомен. Чеп-мен. Ха-ха. Они всегда сна... Так, сначала вызывают более важных людей. Понимаете? Конечно, нет. Я вижу по вашим лицам, насколько вы невежественны. Видите... Так. Видите индикаторы над лифтом, указанные на этаже. Чем выше вы подниметесь, тем больше вас ценят. Девятый этаж, руководитель должности. Вот моя должность, судьба. Я думал должность. Прощайте навсегда, попрошайки. Первый. Второй. Он останется на втором этаже. Похоже, что он не так уж и важен. Хе-хе. Ха-ха. А больше пиздел. Мисс Хикс, пройдите в лифт. Ой-ой-ой. Я словно комок нервов. Я словно комок нервов. Удачи, Кейт. Спасибо, Брай... Брайан... 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 А, я надеюсь, что мы снова встретимся, и я смогу пригласить тебя выпить кофе. О, а я... Я тоже. Так, поднялась на четвертый этаж. Похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко. Похоже, что мне надо подождать, пока они не вызовут меня. Конечно, если и письмо, на самом деле, не было шуткой. Нам, короче, нужно клеф, чтобы подойти. Хотя, возможно, стоит показать это письмо в камеру. Так, я могу открыть свой кейс с помощью I. Так, осмотреть. Предложения работы в Синтракорпе. Они предлагают повышение социального статуса. Тут еще есть вот это. А кредиты. Так, накопленные деньги. А кредиты можно потратить на товары и еду. Использовать. Здравствуйте, господин охранник. Или госпожа. Послушайте, я получил это письмо на нем мое имя. И в нем написано, что я получил работу. Это какой-то розыгрыш или... Эй. Что за идиот? Похоже, что я преодолел весь этот путь просто так. Что ж, похоже, что у меня не появится работы в столице. И мне предстоит долгая путешествия домой. Жутко открылись. Брата. Мне интересно, вот это могу я взять или нет. Походу нет, ладно. Он такой, типа, подходит, смотрит, типа, не понимает, в чем дело. Я не понимаю, что за кредиты у меня в наушниках. Не может быть же это из-за ванникаму. Верхний этаж. Должно быть, это ошибка, так? Здесь дверь, но она закрыта. Короче, чтобы до нами пройти. Пирамиды различных размеров. Вероятно, в них есть какой-то смысл. Дистанционное управление, но оно не работает. Для него нужно две батарейки. Так, современное искусство. Дорогие вазы, но покрытые... Я имел в виду красной краской. Здесь везде краска. Они выглядят как обычная сфера. Я ничего не понимаю в современном искусстве. Kill the witch. Убей ведьму. Убей ведьму. Эм... Это какой-то вид эксцентричности в большом городе, так. Синтракторов очень важная компания, поэтому... Кто я такой, чтобы оценить значимость этого? Кровавого искусства. Возможно, это кровь коровы и стоит миллионы. Я могу сесть, но лучше не надо. Камеры повсюду. Выглядит как контракт. Я, Брайан Пастернак, заявляю, что я принимаю работу, предложенную Синтракорпом. Описание в приложении... Так, и моя зарплата... Так, зарплата будет составлять 10 тысяч кредитов в день, плюс премии за достижения и обслуживание, а также повышение до классификации А. До класса. 10 тысяч кредитов в день? Это целое состояние? Стоп, стоп, стоп. Это может быть и уловка, и надо прочитать приложение. Так, приложение. В соответствии с заранее установленной нормой кредитокритической доктрины, применяемой в настоящее время искатель, так. Соискатель соглашается представить свои профессиональные услуги в соответствующей системе классификации Синтракорп. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в этом документе. Неопределенный срок... Так, на неопределенный срок до расторжения контракта. Или до расторжения контракта. Контракт может быть... Так, продлен в соответствии с условиями труда или по требованиям ассоциации профсоюза. Так, ага, принятие этого контракта влечет за собой полный или частичный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса. А о чем гласит резолюция... Почему резолюция? 1138. Ага. Я ничего из этого не понял. Тут мне подписать контракт нет. У меня плохое чувство насчет этого. Лучше не подписать его. С другой стороны, получить первую работу в такой важной компании с такой зарплатой. На самом деле, мы с вами валим. Зачем? Зачем я это делаю? Сейчас объясню. Здравствуйте, это снова я. Эм, послушайте, я подумал и решил, что меня не интересует вакансия. Я не знаю, если... Так. Я не знаю, если я могу пойти... Ага. Так. И у нас, короче, работает только один лифт. Это нулевой. Мы с вами выходим. И выходим, короче, в самое... На улечку. Стоит ли мне уйти на... Так. Не получив работу. Да. Я думаю, что эта работа не для меня. На самом деле, если так посудить, ребята, я вам скажу. Это одна из концовок. Одна из... Нескольких. Потому что, знаете, как всегда в таких играх есть два варианта. Типа, плохой и хороший в конце. То есть... Плохая... Это остаться... Быть злодеем. Вторая хорошая. Создатель. Особая благодарность. Хаби. Мира. Чай. Рипастик. Видеоклав. Мистерио. Сусана. И типа, мы этот договор просто рвём. И да, это у нас, считайте, концовочка. Лобби. Да, там у меня пройдено, но это... Не такое. Так, поэтому мы с вами возвращаемся... На десятый. Запомним. Нам нужны батарейки. Дови сюда. В пульт. Скорее всего, они управляют вот этим телевизором. Я прошёл весь этот путь. Я не могу отступить. Все подумают, что я просто струс. Я подпишу его. Ого. Что произошло? Что ж, я подписал его. Что теперь? Могу я контракт с собой взять? Я надеюсь, что... Не пожалею о том, что подписал контракт. Что мне кажется, кровь это не просто так. Ничего не двигается. О, теперь мы можем тпхаться. Ребят, запомните, пятый этаж это сюжетный. Поэтому мы сначала лазим по этим этажам. Так, сразу. Микроволновка, пицца, разогрянутая пицца. Душик, бургер, кофе. Пиздим водичку. Водичка здесь, так сказать, можно несколько раз. Так, инвентарь. Для чего нам нужна вода? Осмотри. Чашка с водой. Восстанавливает небольшое количество здоровья. Может использоваться с другой едой для приготовления обеда. Так, всё. Здесь лежит упаковка лапши. Так, имя... Стерто. Взять её. Спиздить еду. Мы получили лапшу быстро в приготовлении. В соответствии с корпоративным журналом в Инстеркорпе, вы не служащий, вы лидер. Так, подожди. Где там вот это, да? Подожди, что мне нужно для... А, микроволновка. Так, инвентарь, подожди. Осмотреть. Можно залить водой и разогреть в микроволновке, чтобы сварить чашку лапши. Что мне тут приготовить? Лапшу. Вы получили горячую лапшу. Посмотреть. Восстанавливает значительное количество здоровья, значит много. Это я использовать не могу. Это торговый автомат с шоколадными батончиками. Шоколадный батончик стоит 150 кредитов. У меня нет столько денег. Это отсылочка у нас на сникерс. Это торговый автомат с содой. Газировка 150. Это кока-кола. Понятно, что изменено немного. Это торговый автомат с кофе. Чашка с кофе. Стоит 200 кредитов. Это алтарь. Требуется 5 кредитов для пожертвования, но он сломан. Но думаю, что его можно легко починить. Запасной выход не работает. Вы получили 30 кредитов. Похоже, что он что-то есть, но тарелка пуста. Эти хлопья дают суперспособности. Смотрите за его руками. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это пустая коробка из-под хлопьев. Взять, да. Вы получили пустую коробку из-под хлопьев. Осмотреть. Пустая коробка. Пустая упаковка из-под хлопьев. На ней штрих-код. Запомним. Штрих-код. Здесь у нас мусорка. Пустая. Это не юзается. А я не был, на самом деле... Почему я говорю, что 5-й это сюжетно? Потому что 9-й, 7-й, 8-й я там еще не был. Так сказать, меня сразу сюжет кинуло. Мы получили один картридж с чернилами. Вот здесь фпс приседает, как можно увидеть. Я не буду ходить в темноте без света. Я не хотел бы здесь так ходить даже со светом. Херня в чем? Мне не нравится бандикам только тем, что он очень ширет много фпс. И он очень логучий, то есть он очень требовательный. Пусто. Пусто. Я получил ломтик хлеба. Здесь ничего нет. Ничего. Пусто. Мы получили соду. Тут очень темно, я не пойду туда без света. Возвращаемся. Комната безопасности. Не открывается. Так, около тысячи... Так, около тысячи камер следят за тобой. Ей безопасности. Улыбнись. Сердечко. Не открывается. Пойди, когда он так делает порфелинг, я смотрел у купленного. Типа, я узнал про эту игру, в принципе, и от него. То, что он атакует. Девушка, которую я встретил в лобби, Кейт, должна работать на этом этаже. Но тут так темно, я не смогу найти ее без света. Запомните, пятый это сюжет. Значит, девятое. Закрыто. Это... Панкер, на нем написана выставка в честь крови дьявола. Так, предоставьте человекам со вкусом его. Багаса. Так, представьте, с человеком со вкусом и Багасом. Заперто, здесь есть защитное устройство, и выглядит как... Так, оно достаточно сложное. Могу я использовать... Хлопья. Эта вещь здесь без... Бесполезна. Вот это место, я типа, еще не знаю, потому что я говорю, я сюда не смог попасть. Шестая... Кнопка не рабочая, но, скорее всего... Деревья. Внутри здания. А, привет. Кто-кто-кто может заметить подобные вещи? Что гоблин любит курить так же сильно, как он любит сыр. Освещение здесь не работает. Я тут так... Туда не могу пойти без света. У нас довольно много уже этажей, ребята, где нам нужен цвет. Я слышу, кто-то... Там кто-то поет. Так, седьмое. Это мульти... Кнопочный экран. Я думаю, что лучше пока ничего не трогать. Кто-то порвал эту... Так, картину в клочья. На бирже написано в честь благословенной... Девы Ам. Архивы. Я не знаю, выйдут ли толка от того, что я пойду туда, куда мне не нужно. Я не... Так, я не вижу здесь ничего интересного. Мы получили шоколадный батончик. Пусто. Так, тут ничего не нам. Сюда я могу пойти. Заперто. Походу, нет. Окей. Тогда пусть уже эту. Ну, скорее всего, я сейчас быстрее немного справлюсь по сюжету. Может быть. Вы сидите, как пустая страница. Погоди, на ней водяной знак. С. Либо... Змея. Я положу её в свою кисть. Вы получили таинственный лист бумаги. Скрежет. Это меня скрежет и бесит. Привет. Ты тот новичок? Да, привет. Я бра... Эм. Пастернак. Меня зовут Пастернак. Рад в встрече, бра Пастернак. Нет, нет. Просто... Ха-ха. Шучу, дружище. Я Хьюго, твой новый коллега. Я покажу тебе... Здесь всё. Извини, я немного растерян. Понимаю, если ты пришёл с пригорода, то большой город поначалу может забрать у тебя много. Но будь... Будь спокоен. Ты в хороших руках. Я покажу тебе, как здесь всё устроено. Спасибо. Итак, это пятый этаж. Здесь мы в основном выполняем задания, связанные с управлением, работаем в базовых данных, ну, знаешь, с компьютерами. Здесь несколько офисов и зал совещаний. В конце находится туалет, а это столовая секретаря, хотя её в данный момент здесь нет. Все здесь заняты своими делами. Посмотри на того парня, например. Эй, партнёр, позволь мне представить тебе пастер... Видишь, он даже не заметил нас. Один парень приходит на работу, просто чтобы выспаться. Ха-ха. Давай за мной, я покажу тебе наш офис. Ну, вообще-то я на... Контракт подписал, подождите. А на кого я подписал? Добро пожаловать в свой новый офис. Сейчас он немного пуст, так как несколько сотрудников на больничном, но... Посмотрите, кто выбрался из своего убежища. Это ещё одна наша коллега, Соса. Привет, я Пастернак. Ха-ха. Она поначалу может быть не... Так, снеснедительной, но стой... Стоит ей начать рассказывать свои истории, то её уже не остановить. Итак, продолжим наш тур. Здесь у нас кулер с водой, важная деталь, связующая весь офис. Не слишком научная, просто... Бесплатная вода, когда он пуст, кто-нибудь придёт и наполнит его, хотя это может занять некоторое время. А это... Краеугольный камень офиса. Кофейник. Мы готовим кофе в большом объёме каждое утро. Что скажешь, если мы немного восстановим наши силы? О нет, совсем не осталось кофе. Бутают легенды, что офис является обителем тёмных существа, которые совсем не спят. Говорят, что она только пьёт свежий кофе и никогда и никогда не заваривает новую порцию. Верно, Соса? Итак, попытаешься ли ты соблазнить чудовище, сварганив нам ещё немного кофе? Конечно, что нам надо. Ну, сначала нужна вода и растворимый кофе. Они должны быть где-то здесь. Так, ну, как и понятно, я с воды в воду пизжа с кулером. Это ксерокса. Мне он пока не нужен. Или ни к чему. Я не вижу здесь ничего интересного. Здесь куча документов, но нет ничего, что мне понадобится для приготовления кофе. Пустом. Соса прячется там иногда. Это отсоединённый провод. Написано, начальник, лучше его не беспокоить. У меня нет ингредиентов, нужных для приготовления. Мы получали один ломтик хлеба. Я не вижу здесь ничего интересного. Эй, это мой стол, не лезь сюда. У меня нет ничего такого, что тебе бы пригодилось. Извини. Вы получили один шоколадный батончик. У тебя нет растворимого кофе, не так ли? Здесь что-то есть. Вы получили один пакетик растворимого кофе. Юга, я не уверен, что это сработает. Я нашёл это в мусоре. О, всё в порядке. Немного подуть, и всё будет в порядке. Итак, раз ты добыл волшебные ингредиенты, просто включи конфейник. Да. Вы получили одну кружку кофе. Кофе даёт тебе больше сил... Так, сильный заряд энергии, чем обычная чашка воды. Вода нужна лишь в душе. Итак, я думаю, что я рассказал основы. Есть вопросы? В чём заключается моя работа? Ты правда хочешь начать работать? Ты только пришёл. О, я только что понял, что забыл научить тебя основным принципам работы. Ксерокс. Теперь тебе понадобятся чернила и бумага, чтобы делать копии. Это полностью функционален. Ты можешь использовать его, чтобы копировать такую важную информацию, как квартальные показатели или рабочую документацию. Но признаем, что это задание нижних этажей, не так ли? Мы на пятом этаже можешь использовать это восхитительное приборо ради веселых вещей. Например, чтобы скопировать задницу. Что? Давай посмотрим, есть ли мой же портрет вышел хорошо. Я думаю, что стоит сделать его двухсторонним. Давай, твоя очередь. Ээээ, нет, нет, спасибо. Давай, чувак, ты поймёшь, насколько это весело стоит тебе разок так сделать. Наверное, тебе не стоит делать это с задницей. Если ты стесняешься, почему бы тебе попробовать это с лицом? Не попробовать. С лицом, но ты только что... Посмотрим. Блядь, там же его задница была, ну ты чё, ну ты же сам это знаешь. О нет, в нём закончилась бумага. Ладно, жаль. Возможно, в следующий раз. Не, давай, чувак, ты единственный, с кем я могу вытворять такие вещи. Соса, с трусихой, никогда не смелится на это. Не могу поверить, что у нас нет бумаги в офисе. У тебя есть что-то бумага в кейсе? Хм, я нашёл ту пустую бумажку на полу, сработает? Конечно, любая бумага сгодится. Важно, чтобы ты поместил голову в механизм напротив стекла. Вы используете таинственный лист бумаги. Фотокопия души выполнена. Ого. Очень светло. Что произошло? Ведьмина бумага? Что? Ну и ну. Я вижу, что ты знаешь, как о себе позаботиться, Пастернак. Итак, теперь в чём заключается моя работа? Как я уже говорил, если ты правда хочешь начать работу, то ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Кто-нибудь, так, распределит твои обязанности. Ты должен включить компьютер, чтобы узнать о своих обязанностях. А, бочка пуста. Так, давай посмотрим. Так, это старый включатель. О, он не работает. Похоже, что он не... Что нет электричества. О, включатель. Я попробую подсоединить его. Так, загорелось. Ты должен включить компьютер. Ладно, давайте, короче, вот на этом моменте я тогда, в принципе, и закончил. Давайте тогда на этом так и поступим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И всем пока. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok